Что касается духовного воспитания, культуры и спорта, я вижу, вам раздают газеты, там есть это все в нашей программе. Я считаю, что в городе Теплодаре, помимо всех прочих вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, обустройства территорий, парков, скверов и все остальное, должен быть достойный дворец спорта. Вот я вам рассказываю, три года назад я пришел в областную администрацию, говорю, вы ремонтируете школу в Баяк. Они говорят, да, капитальный ремонт. Софинансирование идет с правительством. Я говорю, спортзал там есть? Есть маленький. Я говорю, давайте построим современный спортивный комплекс, для того, чтобы дальше его можно было использовать как школу-интернат для... Они посмотрели, говорят, ну вы возьметесь за это? Я говорю, я возьму. Два с половиной года стоит современнейший спортивный комплекс, он получил европейскую сертификацию. 14 ноября команда Одесса по гонболу будет проводить там европейский кубок с Боснией и Герцеговиной. Я вас приглашаю в 12 часов 14 ноября в Маяк. На базе этого спортивного комплекса Маяк мы будем создавать школу-интернат, там есть общежитие. Сейчас приведем его в порядок. То же самое я вижу, такой же стандартный европейского уровня комплекс надо делать Теплодар. Поверьте мне, появится комплекс, совершенно по-другому заработает молодежь у вас. Будет куда прийти, будет чем заниматься. В Теплодар приедут молодые тренеры. Здесь недалеко. Далеко ехать в Любашовку, в Балку. Сюда приедут. Совсем по-другому будет жизнь. И я убежден, через 3-4 года после введения комплекса в эксплуатацию, вы увидите, какие у вас будут результаты на общегосударственном и на европейском плане. Продолжение следует... Продолжение следует...